Дэвид Керси Дэвид Керси Начнем с управленцев. Ключевые слова для описания этого типа – смелый, дерзкий, оптимистичный, резвый, импульсивный, глубокомыслящий. Люди с таким темпераментом тяготеют к искусствам, причем не только к изящным, а в том числе и к военному, политическому и предпринимательскому. Управленцы – деятельные люди, любящие приключения. Они всегда ищут одобрения со стороны других людей. Смелые и сосредоточенные, они готовы идти по своему собственному пути. Управленцы невероятно обаятельны со своими коллегами, семьей, друзьями и возлюбленными. Они любят разнообразие, а также проходить через испытания. Они считают, что жизнь нужно прожить на полную и не хотят упустить ни дня. Как пламя, они всегда сияют ярко даже в тяжелые, неопределенные времена. Далее – хранители. Ключевые слова – надежный, осмотрительный, исполнительный, законопослушный, консервативный и робкий. Люди с этим темпераментом работают на сохранение социальных институтов, имеющихся в их культуре. Хранители – отличные менеджеры в сфере товаров и услуг. Они усердно работают над тем, чтобы в том обществе, где они находятся, все шло гладко. Будь то семья, школа, больница, церковь или офис. Ответственные, организованные и дисциплинированные – они предпочитают следовать системе. Уважают авторитетное мнение и чтут традиции, сохраняя стабильность в этом быстро меняющемся мире. Хранители умеют планировать свое время и подмечать мелкие детали. Они не любят рисковать и долго адаптируются к изменениям. Осмотрительное поведение заставляет их сначала думать, а потом только делать. Они – надежные работники, которые в силах выполнять такую работу, которую все принимают за должное. Практичные, приземленные и отзывчивые – они обеспечивают безопасность и прочность структуры нашего общества. Затем – идеалисты. Ключевые слова – интуитивный, искренний, одаренный воображением, дипломатичный, романтичный, добросердечный и чуткий. Люди с этим темпераментом увлечены своим личностным ростом. Идеалисты жаждут узнать, кто они есть на самом деле, и всегда стараются стать лучше. И на своем пути к совершенству они протягивают руку помощи другим. Им нравится работать с людьми. Когда идеалист реализует свои возможности, он начинает вдохновлять людей вокруг на осуществление заветных целей. Гармоничные по своей природе, они помогают людям ладить между собой. Романтичные и мечтательные, они могут стать великолепными писателями или художниками. Самоотверженность имеет для них большую ценность. Иногда они корят себя за то, что недостаточно делают для других. А духотворенные и доверчивые идеалисты всегда слушают свое сердце и готовы на решительные поступки. Наконец, исследователи. Ключевые слова. Спокойный, независимый, последовательный, любопытный, прагматичный и новатор. Люди с таким темпераментом хорошо умеют решать проблемы и смотреть на системы со стороны. Аналитики по своей природе, они любят находить решения проблем, наиболее подходящие к реальности. Они любят изучать абстрактные концепции. Какой бы сферы ни касалась их деятельность, работа в правительстве, работа с техникой или с дикой природой, исследователи всегда выступают за наибольшую продуктивность и не боятся показаться неполиткорректными. Они пренебрегают всем, что впустую тратит время и ресурсы. Независимые и рациональные, они уверены, что с помощью силы воли смогут преодолеть любое препятствие. Некоторые могут счесть их холодными и отрешенными. Но на самом деле они, скорее всего, думают над своим новым проектом. Широко мыслящие и мудрые исследователи снабжают наш мир новыми изобретениями. Какой из этих типов больше всего подходит вам? Вы можете пройти тест по ссылке в описании, чтобы разобраться получше. Также по ссылке в описании вы можете поддержать авторов оригинальных роликов на Патреоне. А если хотите поддержать этот канал с озвучкой, то ссылка тоже есть в описании.